все всем здорова рад всех видеть сегодня у нас будет стримчанск по мини-дейс реберс сегодня у нас в гостях как раз таки разработчик данного проекта что за игра это не игра это проект на основа на мини-дейс так у все пошли вопросики егор когда будет доступен мультиплеер я думаю этот вопрос больше всех интересует но сейчас активно его разрабатывают раз думаю в мае выпущу уже что-то играбельное сейчас самая большая проблема это в карте ее нету я жду пока добросовестные карты делали и мне сделают поэтому где-то в мае так ну давай сейчас думаю по дефолтным вопросом когда выйдет следующее обновление по крайней мере к ты планируешь это сделать следующее обновление будет уже сразу с мультиплеером прямо в мае а то есть вот так я думаю нас и слышали когда карты добавят как только и сделают сразу добавлю да кстати само обновление с картами вообще следующее обновление в мае думаю не раньше какой новый контент новой карты режим и так дальше это все будет рассчитано на май хорошо да я вот тебе хотел задать вопрос один который мне лично сам интересуется смотри ты я думаю те кто не знает те кто знают у егора есть свой дискорд канал поэтому если что переходите к нему на канал там можете задавать вопросы помочь ему да и в общем то поинтересоваться всем самым интересным об этом проекте вот так вот у егора присутствует чат в котором он дает возможность фанатам игры скажем так предложить что-то новое для своего проекта так вот вопрос заключается вот в чем есть что-то вот что тебя вот прям вот очень сильно заинтересовало в плане добавления если где то есть но если не секрет то можешь рассказать я так ты не помню но некоторые предлагали добавить погодные условия нет и сильно понравилось и кто-то предлагал он добавить аптечку вот мне про нее как раз недавно рассказывал кастомная аптечка даже вот так инди индивидуальная кида воде приложение чего не так называется то есть данную скажем так препарат можно создавать самостоятельно тут человек об этом не написал поэтому там уже идет все на твои усмотрения верно как бы сейчас я смотрю в этот канал отбираю какие-то на будущее предложение но сейчас не так и не запоминаю сейчас я хочу сделать основы а потом после версии в мае я буду смотреть в этот канал добавлять что-то новое стараться так не отходить от основной сути мини-дэйзи чтобы не испортить говорили о том то что я не понимаю на самом деле людей почему не говорят то что неудобно играть с стикером ну типа место обычной кнопки стрельбы типа да я знаю понимаю то что не для некоторых это сложно и неудобно но все же как бы типа вообще как что что ты будешь делать то есть все вот я заметил блок это небольшое количество людей которые тебя просили то есть убрать возможность сама наводиться ну в плане чтобы ты сам как и наводился и чтобы ты добавил авто наводку что ты будешь с этим делать как вообще поступишь ну я сначала хотел сделать авто атаку но потом если заглядывать на будущее будет в игре же мультиплеер и у игроков с выпало при версии авто так а будет смотреться не очень поэтому сначала хотел сделать точнее после авто таки хотел сделать уже стрельбу по клику но понял то что у игроков на пока будет преимущество так как им всего лишь навестись курсора мыши на телефоне это загородить пальцем себе место и обзор поэтому я сделал более балансный джойстик но заметил же что но неудобно поэтому в настройках сделаю переключение между джойстиком и стрельбу по ну туда куда ты кликнешь и пользователь сам будет выбирать как ему удобнее чтобы плюс минус баланс было никто не жаловался потому что кому-то легче играть пока кому-то нет кстати вот спрашивает очень хороший вопрос сколько весит будет игра если сейчас весит сейчас посмотрю я уже не помню сейчас мира весит 40 мегабайт но она думаю будет увеличиваться в размере последующих обновлениях а это подожди это так версия у которой уже присутствует мультиплеер верно нет это предыдущая версия я не знаю сколько она весит но так как графических заменений в основном нет поэтому думаю разница не больше двух мегабайт из-за нового движка половина места уходит на него даже 3d движок там много лишнего при билде впихивается в проект поэтому местом в будущем будут проблемы версия на пока весит сто тридцать восемь мегабайт целых по факту ничего от оригинала пока не сильно отошел оригинальная версия 13 весит по крайней мере те зрители которые сейчас присутствуют на стриме не видели видеоролик в котором я представлял твой проект и вот тут задает человек вопрос когда будет обещанный сюжет скажу что я сюжет я еще и не придумывал и додумался над ним потому что еще не доделал до конца игру чтобы думать над сюжетом ну в общем на служит будет не скоро о кстати один такой интересный вопрос онлайн режим будет на подготовлены заранее карте или на какой вообще или их будет просто много и они будут рандомно появляться но спала онлайн режим будет как всего описать это будет сказать что он будет как в майнкрафте есть сначала чтобы открыть сервер ты должен в своем мире соло мире нажать за этим настройки нажать открыть для сети тогда тебе смогут подключиться по твоему локальному айпи или публичному айпи если такое имеется другие игроки мне так понравилось интерфейс майнкрафте он легкий и интуитивно понятно я решил здесь за основу будет ли крафта пушек самодельных или будет ли какой-то лук и так далее вообще как будет ли какой тот крафт и что ты поэтому скажешь по этой теме систему крафтов я переработаю сделаю немного сказать обширнее чем он сейчас в оригинале но крафтить пушки пока над этим не задумывался что можно было самодельные пушки делать но система крафта будет совсем другая да так вернее всего будет сказать хорошо если у тебя что-то в идеях в плане добавления какого-то нового крафта или изменить что-то если есть какая-то подробная информация об этом нет пока менять ничего не хочу принципе так все устраивает о крафтах пока не задумывался даже не начинал делать их такой вопрос у меня личный смотри я думаю то что многие игроки были были футах были недовольны раба системой использования гранаты будешь ли как-то ты ее изменять или ну или пока нет такого плана ну это не сильно сейчас важный час акцент у меня на мультиплеер идет поэтому если успею туда исправлю просто я еще самому не сильно нравится я просто заходил в имени days и тестировал граната мне показалось что ну если раз делать максимально прижал как мини-дэйзи что ошибся нет по моему там граната вылетают пули что странно не делала я понял хорошо если не секрет на чем ты сейчас работаешь в онлайн я сейчас работу верно над синхронизации всего того что сделал уже между двумя игроками если так что более понятней то конкретно сейчас я работаю над над зомби искусственным интеллектом чтобы на разных устройств они вели себя одинаково и адекватно основные части онлайна я уже сделал остались только мелкие что мелкие и штуки синхронизировать и можно будет выпускать первую версию это для этого еще нужна карта это сказал раньше симуляция жизни будет наверное максимум наверное чем пока и животное будет отличаться в моей версии от оригинале то что они смогут обходить деревья здания ходить в дома ого но как сказать видеть дома там будет просто система поиска путей и если не пленюсь и сделал так чтобы не могли входить дома если дверь там открыта хорошо пока оставлю оригинале хорошо вопросик вот от человека будет ли моста как мне да есть плюс о кстати интересный вопрос ты понимаешь именно локация мост да понимаю если карты делал и не поленятся то конечно будет вроде нет пока нет возможности сделать потому что у меня нет самих файлов моста я пока не все файлы с обычной который был особый маркет они с мини-дэйза плюс меня и записи пока файл не брал потому что пока мост делать не планирую слушаю тут задают вопрос смотри я уже плюс минус знаю понимаю какой будет ответ на этот человек спрашивает сколько будет островов и я добавлю свой вопрос будет ли вообще острова в твоем проекте скорее всего не будут островов потому что планирует большие отдельные карты делать но чтобы лодки не пропадали зря но так сказать если человек не поленится он может сделать свою карту с островами если карта будет годный то я добавлю острова и механику переплывание между островами лодки а то есть все живут какие-то острова ну да если я их сделал это будут а пока не планирую то есть такая вот сделали основная карта это ливония и горы 31 такие две большие карты которые еще сделаются хорошо раз уж на то пошло можно ли будет как-то скажем так то есть у тебя будут локации расчет идет на локации верно можно ли будет как-то скажем так переходить на локации и как ты это себе ну представляешь на данный момент переходить на локации в смысле одним персонажем на разных локациях картах ну в плане то есть допустим вот условно нас уже существует две в игре локации и можно ли будет переходить допустим вот с города на вот на ливонию или с ливони на город ну если создавать этого персонажа это можно а а подожди как систему где будут сохранения об игре сохранения будут это ты для сова режима говоришь или в общем в общем игрок может сохранять свой прогресс создавать новый то есть он поиграл на одной карте сохранился и может создать но вот персонажа новый мир и там начать уже играть точнее просто новый мир создать в общем как майнкрафте на я на майнкрафт ориентируясь ну не ну в общем почему и нет на самом деле майнкрафт как по мне это хороший пример только я думаю сейчас хейтеры майнкрафта ладно школа трона скажем так будут сговорить фу майнкрафт так далее мы сейчас не говорим не в общем-то за игру и не оцениваем какую-то левую игру мы сейчас говорим именно про механики как бы основываясь на той игре которая сейчас очень сильно популярна и уже достаточно большой период времени как бы это неплохо на самом деле это очень хорошо и правильно отталкиваться и ориентироваться на те игры которые на данный момент сейчас удачны поэтому я на самом деле полностью согласен с гором насчет этого слушай вообще как ты планируешь сделать систему сохранений будет ли это какое-то одно сохранение или можно будет делать какую-то историю сохранений то есть там допустим пять минут там сохранится вот раз потом два потом три потом можно будет переходить скажем так ну знаешь в stalker и как было сохранениями нет как сталкере делать не хочу потому что может повлиять на мультиплеер то есть все данные о игроках хранятся на сервере если сервер захотите захочет откатиться данные у подключившихся игроков тоже откатятся поможет им не понравится поэтому не планирую так делать будет список миров в которых вы играли можно будет загрузить любой сохранение вот так какие у нас тут еще вопросы можно ли узнать некоторые детали сюжета будет ли он вообще какой сюжет но мы уже отвечали на этот вопрос как бы сейчас весь акцент егора идет на создание мультиплеера кстати вот как сейчас выглядит мультиплеер если секрет сыра пока но поделать нечего нету контента можно побегать посмотреть на друг друга пострелять друг друга на машине покататься зомби поубивать и все больше делать нечего хорошо но и часть выживания нету если не ошибаюсь раз уж ты планируешь в мае выпустить скажем так новую версию своего проекта то такой вопрос что ты планируешь или чтобы ты хотел бы увидеть на момент выпуска своего проекта то есть но мая бы хотел доделать полностью мультиплеер и хотя бы первую версию играбельной игры чтобы можно было зайти создать мир и просто бесконечно выживать сказать хотя возможно не бесконечно там постепенно будет увеличиваться сложности игры чтобы игрок не смог бесконечно выживать так скажем ведь островов нету и пройти игру нельзя пока нету сюжета к маю хочу сделать бесконечное выживание и мультиплеер ну а как ты хотя бы скажем так видеть мультиплеер в каком виде ты хотел быть его не знаю как ответить ну давай ладно давайте проще как ты планируешь видеть первоначальный вид как ты вообще планируешь увидеть мультиплеер на момент чтобы ты хотел бы увидеть готовое там допустим режим pvp там режим крафта просто перенести весь присутствующий контент с оригинала но только чтобы вы могли скажем так это все делать действия но еще плюс со своим приятелем приятелем по выживания а мы верно хочу и сделать пока все из оригинала и работал в мультиплеере нового пока не сильно хочу добавлять ну не хочу отходить от сути мини-дэйза там предлагают механики новые сложные и играть мини-дэйс наверно станет сложен и слишком запутан будь ты насыщение контента и быстро надоест как мультиплеер будет отличаться от одиночной игры ну хорошо давай мы так наверно ну а вот в той версии которую ты выпустишь как ты думаешь будет ли иногда отличаться либо вот все будет прям точности только кстати год будет ли готовиться какое какая-то отдельная карта для мультиплеера или же это будет уже на какой-то готовой карте которые мы уже видели или ты еще не задумался быть так нет но на всех картах можно будет играть с другом то есть я хочу сделать забыл слово рассказать адаптивный мультиплеер адаптивный чтоб он адаптировался к каждой карте чтоб не надо было настраивать одну карту только я живу в будущем еще планирую свой редактор карт в игру внедряешь можно было создавать свои каждые на этих мультиплеер зато я думаю хорошая новость для тех кто хочет помочь его реку в пони дизайна и визуальной части игры кстати у меня есть небольшая информация я думаю все же этот человек тебе уже предоставлял информацию о по карте некоторые игроки некоторые люди которые помогают создание карт они пытаются скажем так скопировать карты присутствующих уже в реалиях играх то есть допустим тот же дай р вообще как ты к этому относишься и нравится ли тебе вообще эта идея или ты уже хотел бы или ты хотя бы больше как авторская если уж на то пошло дай р или или а точнее вдр я мало играл aldace вообще не играл поэтому если ну в любом случае это же совсем другие проекты и в моем карты будет выглядеть как-то по-другому но до хотелось бы это какие-то авторские карты наверное но я совсем не против то есть люди за основу брать какие-то другие карты переделывали если кажется хорошая почему вы не перенести ее если нравится как либо не например по моему она и здесь даже вот такого будут ли механики заражения психического здорово вот механика заражения как меня до из 2 скорее всего нет нет да в общем то это же со второй части ну а вообще вот смотри насколько я понимаю ты планируешь взять большинство механик как минимум из мини days то есть первой части и либо же у тебя есть какие-то еще скажем так источники вдохновения в плане добавления контента кроме оригинальной версии источника вдохновения нету я сейчас объясню вот те кто тем кто дает вопросы бог добавлю я что-то я планирую сделать это же я хочу максимально сделать копию оригинальной версии без чего-то нового и добавить она мультиплеер а все остальное буду делать с помощью модов не будет система мод модинга для игры и все новое всякие продвинутые механики которые вы хотите но я сделал с помощью модов и их можно будет скачать и установить поиграть а основную версию я планирую без чего-то нового делать то есть хочу ту обычную атмосферную этот мини days переделать только с мультиплеером обязательно добавлю другие языки потому что иностранцам как меня же дискорд и русском диски точнее да тут сидят иностранцы они все пишут о том что ты добавил кита их настроенные языки этому сначала языки управление в основном стрельба для компьютеров это назначение клавиш на какие-то действия и все на телефоне и на компьютере может еще настройки графики сделала а пока я не представляю как сделать для 2d проекта а больше ничего не планирую языки управления на компьютере это назначение клавиш и графика все хорошо давать так ну вот короче славик скидал нам фотографии он пока это если что карта не готова то есть заранее говорю получается называется карта поселок тополины а в разработка видно на стриме то есть это у нас на стриме не видно на стриме не нового у того сейчас видно там в этот задержка просто стоит то есть ну а ты так понимаю он сейчас просто работает над локацией то есть не вся карта вот такие у нас тут места есть кстати нет заметил то что любители посоздавать карты очень любят добавить можно больше травы и растительности как бы если сравнивать оригинал и вот проекты примат растительности намного больше так но тут я так понимаю небольшая история как это будет делаться то так так теперь по плану идет крупный поселок тополин начнем его делать промзон то есть в поселке планируется полицейский участок деревенская больница один либо же два магазина так 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 и даже пожарная станция и какие-то интересные места например футбольное поле кстати была такая небольшая информация от майкла то что в дальнейших обновлениях второй части планировалось добавить на базе баскетбольную площадку ну типа как развлечение на базе там допустим нужно подождать минуту пока там что-то починится и уже идти в рейд все такое планировали сделать все как ты вообще планировать есть у тебя в игре механика не знаю расчет ну хотел ли ты ее или нет это когда ты пихаешь объекты типа по сути дела может такое ну скажем дать такую возможность мяч подпихать подпихать говорю по толкать побить из так задуматься если будет добавлять футбольное поле если буду гулять футбольное поле то она испела делается легко на новом движке даже вот машину можно потолкать пока человек так да видел я слежу чаще всего за картами ух ты ничего себе тут я так понимаю нового локация типа этого называемого конкретных скриншотов я и не видел вот другие скидывали не так давно двадцатого числа это так понимаю место тополины а нет подождите какой-то поле не сказал же сказал же автор то что он готовит это все да конечно твой редактор для создания карт делает чудеса но это прям а и кстати будет ли вообще механика чтобы наш персонаж мог сладко поспать и отдохнуть ну механика сна конечно будет а вот ты сейчас демонстрируешь это наверное ну не скоро можно сделать ну да они планирую я конкретно отличие вот от меня ds1 имени ds2 от меня ds1 не особо далеко хочу отходить основная цель это добавить мультиплеер и переделать игру максимально похожую на оригинал но изменения будут даже если я их не планировал это новый движок и может что-то меняться критики изменений которые будут портить геймплей как-то или атмосферу игры не я не планирую тоже систему моддинга буду водить скорее для тех кто хочет чего-то прям нового так обычную версию с мультиплеером пока буду делать музыкальное сопровождение звуки а больше ты как-то это все менять вообще расценивал думал насчет этого до этим задумывался однажды хотел добавить предмет переносного радио где можно будет менять сказать по кнопки частоту и на фоне будет играть кайта музыка без авторских прав но это тоже не скоро второстепенная уже задача надо машине кожи можно будет сделать радио кто-то предлагал заранее изготовлены карты ну генерация карт пока нету поэтому все карты так сказать изначально уже сделаны и заранее изготовлены из браузерной версии я не знаю я не создаю карта это все вопросы скорее к людям которые их делают если они сделают карту брайзерной версии и никто не будет против то я добавлю она будет скорее как изначально изготовленная генерации карт не будет пока что можешь вопрос повторить а будет ли возможность у людей которые используют ios устройства играть твой проект в дальнейших обновлениях точно сказать не смогу я знаю то что на unity можно создавать игры под ios но как это будет работать на их устройствах я не знаю да не было а и фона или на что-то на чем можно было протестировать на сайте есть билд под ios но как люди пишут они знают он не работает и не знают что с ним делать я тоже пока над этим не задумывался и не знаю вот когда буду версию в мае выпускать новую я постараюсь сделать и версию на ios насколько я знаю там нельзя устанавливать приложение сторонних источников поэтому возможно будут с этим проблемы но я сделаю веб-версию постараюсь сделать это должно быть легче чем скомпилировать на ios но в веб-версии нельзя будет создавать свой сервер можно будет только выключиться к существующему наверно я конечно знал что так может быть но не думаю не думаю что настолько все серьезно если будут этим проблемы то сделаю только выделенные сервера получается на своем девайсе можно будет хостить по желанию думаю никто если будет влагать то никто не будет хостить и отталкивался от игры проекта зомбойт где можно на своем девайсе захостить 8 человек эта игра довольно требовательная из-за того что там 3d графика на 2d движке и на своем девайсе можно будет хостить до 4 человек на выделенных серверах до 32 если будут проблемы с оптимизацией то надо будет полностью переделывать наверное мультиплеер и создавать на мастер сервере чтобы нагрузки не было на локальный сервер много на самом деле мы про три недели на счет этого всего кстати как там у тебя с исправлениями багов возникают ли ну если еще какие-то трудности с исправлением все баги которые мне прислали я уже пофиксил а нет кроме бага ну я первые два дня те которые мне прислали я пофиксил они сказались не сильно третичные где-то не досмотрел что-то не делал единственный баг который еще до сих пор не пофиксил то что в машину можно сесть любого расстояния никак руки до него не дойдут где где-то сейчас обновленную версию можно скачать сейчас на данный момент нет я думаю то что у нас есть в планах с егором условно перед выпуском его обновленного проекта а слушай кстати как будут идти обновления по твоему проекту типа это будет какой-то файл просто новый отдельно загружаться и или это будет как типа ну мод скажем так каждое обновление отдельный ну нужно будет заново скачивать игру но обновление будет накладываться уже на существующий и пока файл то есть как обычно со всеми играми так вот а то есть можно будет не удалять скажем так чтобы не путаться да можно будет не удалять она автоматически заменится так ну что ж вот такой вот стримчанск понравился понравился говорю вот такой стримчанск получился надеюсь он вам понравился пишите свое мнение в комментариях ну и также забывайте оценивать стримы да и просто пишите свое мнение в комментариях как бы стримы не для этого сделаны ну лайки тоже все же чтобы продвинуть ну что ж за микрофоном был я наемник у нас сегодня в гостях был замечательный человек один из на данный момент самых популярных личностей в вселенной мини-дэйс егор разработчик проекта мини-дэйс реберс либо же как некоторые говорят именно игры поэтому вот как то так вот такие вот дела ты меня и представил конечно как-то попытался почему бы и нет